Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Я расскажу, на что будут в ближайшее время обзоры на моем канале. Первое, по вашим многочисленным просьбам, но и мне самому интересно, это Google Nexus 7, соответственно, 2013 года. Я его вчера только успел включить, даже еще учетную запись не настроил. Буду самым подробным образом тестировать и постараюсь рассказать все впечатления о этом планшете. Первое впечатление, конечно, хорошее, дизайн, дисплей. С другой стороны, ну, в общем-то, чего-то такого сверхнеобычного пока не нашел. Включил, посмотрел, тот же самый Android, все, в общем-то, то же самое. Единственный плюс сразу, это, конечно, он относительно легкий, в руке лежит хорошо. Но более подробно оставим его для обзора. Следующий аппарат, который был лично мне интересен, это LG Optimus G с вариацией буква J. Это водостойкий. Я, честно говоря, еще не изучал, не смотрел, что это за аппарат. Только открыл, также включил, учетку даже не настроил. Ну, первое впечатление, он какой-то громоздкий. Вот, второе, какой-то очень пластмассовый. Но в остальном, ну, посмотрим, также поизучаем. Аппарат, по крайней мере, интересен тем, что он действительно водостойкий. Обязательно потестирую, расскажу, как все это происходит. Дальше, мне было интересно взять BlackBerry Z10 и посмотреть, что же такое и что вообще творится там на рынке BlackBerry. Живали эта платформа или нет. И расскажу вам свои впечатления. В принципе, скажу сразу, впечатления хорошие. Аппарат достаточно интересный. Ну, как-то все другое здесь. Нельзя сравнить ни с Android, ни с iOS, ни с Windows Phone. То есть, все совсем по-другому. И я взял два недорогих аппарата. Это первый меня реально удивил. Перфео. Видите, бабочка. Почему она здесь? Ну, я думаю, большинство догадались. На кого похож этот аппарат? Да, конечно, на HTC Butterfly. Он реально, его клон, кроме расположения кнопок и кроме материалов корпуса, конечно, здесь более дешевый пластик. А в остальном, ну, ничего не бояться. Просто скопировали откровенно и нарисовали еще бабочку. То есть, те же кнопки красные. Единственное, что хорошо, кнопка включения сбоку. Я также его еще пока подробно не тестировал. Первое, что бросилось в глаза при включении, это чудовищно яркий экран. Даже на минимальной яркости. Ну, посмотрим. Протестировал подробно. И я в группе ВКонтакте писал, что еду за смартфонами. Пишите, что взять. Вот один человек написал взять, как раз, кстати, вот этот вот 509. Да, вот этот, я его взял. А этот Кимо тоже кто-то из зрителей, подписчиков мне писал. Давид, возьми что-то из Кимо. Я поехал, поспрашивал там, что за бренд. Как бы, ну, все хорошо с ним, брака мало, нормально так, хорошо все продается. И выбрал большой 5,7 дюймов дисплей. Также расскажу, покажу, чем хорош, чем плох. Это, в принципе, все. Единственное, из ранее анонсировано, в самое ближайшее время будет на Huawei P6. Это на очень тоненький телефон в металлическом корпусе обзор. Телефон достаточно интересный. И по большему счету, могу сказать сразу, кроме аккумулятора, который очень легко за день убить, а если поиграть еще как-то, ну, вообще там, за несколько часов, то в остальном этот телефон действительно интереснее, интересен. И кроме каких-то мелочей, типа вот этой заглушки, в принципе, минусов как таковых нет. Ну что же, все это будет в ближайшее время. Спасибо всем вам. До новых выпусков.